Добрый день, дорогие друзья! Сегодня записываю видео вот по какому поводу. Сегодня 10 мая. Вчера у нас по всей стране произошло было празднование Дня Победы. Ну, кто-то праздновал, кто-то не праздновал. Я тоже праздновал. Была такая акция проведена, называлась она Окна Победы. В народе ее сразу почему-то назвали Балконный полк. То есть во время которой во время этой акции было предложено людям с портретами своих предков, дедушек, прадедушек, отцов выйти на балкон и спеть песню День Победы. Реакцию это вызвало неоднозначную. Я вчера тоже выложил пост по этому поводу. Судя по комментариям под этим постом, в основном, конечно, негативным, я понял одну вещь. Что люди до конца не понимают, что такое бессмертный полк и что Балконный полк не является его альтернативой или повторением. И вот об этом бы мне сегодня хотелось поговорить. А для того, чтобы понять, почему Балконный полк этим не является, нужно немного, наверное, прояснить, а что такое бессмертный полк. Вы понимаете, бессмертный полк изначально задумывался как ритуал. Поясню, что такое ритуал. Может, не все до конца понимают. Ритуал это когда идет состыковка мира видимого и мира невидимого. В ритуале всегда присутствует некая метафизическая составляющая. Поэтому он ритуал. Ритуалы есть религиозные, ритуалы есть там, не знаю, какие-то оккультные, есть какие-то там мистические, они разные есть ритуалы, но там всегда идет стыковка мира видимого, то есть того, где мы живем, и мира невидимого, каких-то там вот тонкоматериальных вещей. И бессмертный полк задумывался как некий такой ритуал. В чем заключался смысл этого ритуала? Большое количество людей идут с портретами своих предков. Почему идут? Потому что когда люди вместе что-то делают, например, идут, лучше, конечно, строим, как в армии, но не все же мы воины. И даже просто, когда они идут, они становятся неким коллективным таким сознанием, их энергии объединяются. Они берут с собой не только портреты своих предков, они начинают нести их в сердце, понимаете, они их вспоминают. И получается некая такая большая суммарная энергетическая масса. Если бы вы там спросили какого-то мистика, он бы вам сказал бы просто, бессмертный ритуал, это ритуал призыва мертвых воинов и опора на дух великих предков. Это ритуал опоры на дух великих предков, понимаете? Ведь это же не просто портреты, которые несут в бессмертном полку. Это герои. А почему они герои? Задайте себе этот вопрос. Потому что они победили. Поэтому они герои. Они победили в очень страшной войне. Это была очень страшная война, в которой погибли миллионы людей. И эти люди победили. И они имеют право полно считаться героями. И вот их потомки, которые героями далеко уже не являются, я об этом я тоже скажу ниже, почему. Идут вместе с портретами этих героев. И они получаются в едином строю. И те люди, которые этими героями не являются, в которых этого духа победителя нет, по определению, потому что страны нет, за которую в 45-м году, как бы мы, наши предки отстояли, ее нет. Соответственно, вот этих героев пытаются эту энергию, этот героизм, эту силу духа притянуть к себе. И в какой-то момент это стало получаться. В какой-то момент. Я за бессмертным полком слежу изначально. Я в нем старался участвовать. Всегда. Как увеличилась человеческая масса. Как увеличилось количество этой энергии. Она росла год от года. И если кто помнит, в прошлом году, это были миллионы, я не знаю, миллионы людей по всей стране. Это было колоссальное количество энергии. Ни один крестный ход не собирал такого количества людей. А почему? Все разве понимают, что такое ритуал? Я уверен, далеко нет. Дай бог, чтобы там, не знаю, пара процентов участвующих в этом понимало. Разумом понимало. Но сердцем-то различало. И сердце им, то есть их чувства, говорили, что нужно туда идти. Нужно прикоснуться, приобщиться к этой силе великих предков, героев. Героев, победивших в войне. В отличие от которых мы-то в свою войну проиграли в 91-м году. Но об этом тоже ниже. И это был определенный ритуал. И этот ритуал очень сильно кого-то испугал. Я не хочу сейчас заниматься конспирологией. Сейчас бросаться в рассуждения о каком-то там вселенском заговоре. Но давайте посмотрим, что такое балконный полк. Уже понимаешь, бессмертный полк это ритуал. Ритуал предусматривает огромное количество людей, большое определенное состояние. Они совместно что-то делают. А теперь что? Потомки этих великих предков стоят на своих балконах, в перчатках, в намордниках. Намордник это не обидное слово, это маска итальянское слово. По-русски это называется намордник. Стоят в намордниках. И что там поют? Вы разницу не понимаете на самом деле? Или вы просто прикидываетесь? Что этот балконный полк это убийство этого бессмертного полка? Это убийство? Это выбивание из-под ног народа опоры на дух великих предков? Вот что такое балконный полк. Это убийство. Понимаете или нет? Убийство духом. У народа из-под ног вышивают это. То, на что можно опереться сейчас. Слабые люди стали. В массе своей, к сожалению. Время такое. А великие предки-то на то, что можно опереться. Потому что они герои. Потому что они смогли что-то сделать. Потому что они отстояли страну. И вот люди там рассылают друг другу какие-то ленточки. Считают, что они долг свой выполнили. Пересылают там какие-то письма в интернетах. Рассылки в ватсапах делают. Спасибо деду за победу. Спасибо, конечно, безусловно. Но что-то вы лично сделали для этой победы. Они оставили нам страну. Самую большую страну на планете Земля. С большими ресурсами. С самым лучшим в мире здравоохранительным образованием. Где эта страна? А? Вместо того, чтобы писать на машинах спасибо деду за победу. А вы этому деду ответьте. А где страна? Как так получилось, что в Киеве маршируют бандеровцы? В Прибалтике всякая там нацистская сволочь свои парады устраивает. Сейчас, в 2020 году. Объясните своим дедам, когда с ними встретитесь. В мыслях своих просто. Вы понимаете, что происходит? И вот этим балконным балком они пытаются подменить тот бессмертный полк, который на их глазах просто из народного движения перелез в какое-то всемирное движение. По всему миру же он проходил. Правда ведь? Начали сердца-то отзываться везде. У всех потомков народа-победителя. А что нас сейчас призывают делать? Давайте не праздновать победу. Давайте праздновать окончание во Второй мировой войне. Нам так же говорят. Это день траура. Нам так же говорят. А я этим людям отвечу. Это не день траура, друзья мои. Это день победы. Понимаете? Это траур у них был. Кого наши преды вкатали гусеницами в чернозем. Это у них траур. Это для них это черный день. А для нас это день победы. День праздника и радости. А не стояние с портретами с лицом унылого говна, извиняюсь за выражение. Понимаете разницу или нет? Праздник и унылое говно с портретом стоящее. Есть в этом разница или нет? Вот нас хотят превратить в это унылое говно. Вот в чем все дело. Вот для этого этот балконный полк и предназначен. Место бессмертного полка. Я извиняюсь за эмоции. Но меня просто вот вчера целый день распирало, когда я на это все смотрел. Как это нельзя понять? Как это возможно не понимать? Они хотят украсть у нас победы. Поймите одну вещь. Это не у нас даже, а у наших предков хотят ее украсть. Они выиграли в 45-м. А те, у кого выиграли, они нам сейчас навязывают свои правила игры. И говорят, зачем им праздновать победу? Вот весь мир празднует окончание Второй мировой войны. А весь мир это о ком идет речь? Это те, которые на нас наступали. Вы понимаете? Это тех, кого убивали под Сталинградом, под Прохоровкой. Тех, кого добивали потом в Берлине и по всей Европе. Это они празднуют окончание Второй мировой войны. И мы должны присоединиться к ним. Украина присоединилась. Прибалтика присоединилась. Все уже присоединились. Единственная республика, которая провела парад победы в юбилейный год, это Беларусь. Единственная. Вы считаете это нормально? Я считаю, что нет. И я зачем это все говорю? Я извиняюсь, конечно, что это есть лишние эмоции. Но просто люди, которые эти все фокусы делают. Мне хочется знать, точнее, я хочу, чтобы они знали, что их маневры понятны. Понимаете это или нет? Что мы все это прекрасно понимаем. Они хотят выбить у нас из-под ног эту опору на великих предков. Но посмотрим, поможет ли это им. Это первое, что мне хотелось бы сказать. А второе, вот там как-то вчера это видео разошлось по интернету, которое выложило руководство в нашей республике, как они вот так вот стоят с грустными лицами на своих балконов, зданиях администрации с этими портретами. Ну и интересные комментарии. И как бы опять там руководство принимать это все на свой счет. А мне хочется спросить у нашего руководства замечательного. Я к нему очень хорошо отношусь на самом деле. И считаю, что очень ему в тяжелое время пришлось руководить, нашему руководителю республики. Кто его подбивает на подобные истории? Вот кто это делает? Я же уверен, что не Вячеслав Зелимханович сам это придумал. Такую вот штуку сделать. Флешмоб, как это сейчас называется. Вот это называется флешмоб. Они нам, вот эту живую энергию и опору на духу великих предков пытаются подменить флешмобами, квадрокоптерами, лайками в инстаграмах. Понимаете? Не сбитыми танками под Прохоровкой, а лайками в инстаграмах. Вы понимаете, что они делают? Зачем в это играть? Вот зачем? Зачем в это играть руководству? Наш глава республики, он не просто глава, он глава республики. Республика. Франция республика, Италия республика, Ессетия это республика. Он не обязан участвовать во флешмобах. Просто не обязан. Никому ничему не должен. Не разрешает нам проводить бессмертный полк, не разрешает нам делать парад. Окей, Махираташтам, Макудиратал, Вторашия, Маракулам, Бахалакана. Два пирога можно сделать дома, и как положено, так почти своих великих старших предков. Зачем участвовать во флешмобах? Зачем делать себя, вот потом, чтобы так говорили, в интернетах писали, негативные вещи? Для чего это делать? Кто на этом играет? Вот об этом мне хотелось поговорить дальше. Потому что этот процесс, вот с этим флешмобом, со всеми остальными штуками, со всеми то, что вытворяют, как бы, люди, приближенные главе республики, то, как они его дискредитируют. А я уверен теперь, что это осмысленный процесс. И я уверен, что кто-то делает это из его окружения. Об этом бы тоже хотелось поговорить. Ведь, понимаете, мизансцена вчерашнего мероприятия, когда стоят возле окон администрации, возле тех самых окон, которые неделю назад в булыжники летели, это что хотели им сказать? Ведь режиссер, когда он выстраивает сцены, картины, да, там вот он выстраивает все, мизансцену выстраивает, он же что-то этим хочет сказать, а нам что хотели этим сказать, подобной мизансценой? Пустая площадь, оцепленная полицией, ни одного живого человека. И стоят люди, показывают портреты. Кому они их показывают? Кому? Воронам, я не знаю, голубям, кому они их показывают? Или полицаям, которые за окнами стоят? Кому они их показывают? У вас есть ответный вопрос? У меня тоже нет. То есть, я считаю, что это чистая подстава. Его опять подставили. Господина Бетарова опять подставили. Так же, как его подставили во время народного схода. А в народный сход, это чистая тоже была подстава. Именно Бетарова. То, как он был проведен. То, что там происходило, какими там словами кричали. Объясните мне вот. Дорогие друзья, за то, что будет народный сход, все знали за полтора месяца до него. Правильно? Правильно. То есть, все знали. Кто-то занимается внутренней политикой, кто-то занимается информационкой. Все знали, как к этому подготовились. То есть, его провели так, что хуже невозможно. Хуже, если бы там еще кого-то убили. Вот это было бы еще хуже. Но хуже, чем он был проведен. Невозможно было его провести. И высказать, что это случайно и неосмысленно было? Я считаю, что это было абсолютно осмысленно. Это была чистая подстава. Я вам сейчас расскажу другую историю. Ну, чтобы что-то понять, нужно что-то с чем-то сравнить, чтобы вы поняли ход моих мыслей. Есть такая замечательная страна Украина. Я почему говорю про Украину? Потому что я хорошо ситуацию там внутри знаю. Мы этим вопросом занимались подробно. Майданы этой всей истории. Рассказываю вам историю. 2013 год. Один человек печатает пост в интернете. Зовут его Мустафа наема «Общественные дети». Декабрь или ноябрь сейчас врать не буду. Он говорит, приходите завтра, друзья, приходите, друзья мои, сегодня во столько-то, во столько-то на площадь Майдан Незалежности. Берите с собой чай, кофе, друзей и хорошее настроение. Вам ничего не напоминает? Они туда пришли. Молодежь пришла. Потому что кто-то, воспользовавшись ресурсами, расшаривал это объявление по всему Фейсбуку. И он там большое количество набрало этих лайков, просмотров. Пришла такая приличная молодежная тусовка там собралась. Студенты в основном первых курсов. Чай, кофе, хорошее настроение. Туда приехала полиция. Какие-то провокаторы внутри толпы этих студентов начали там нелицеприятные вещи про Януковича кричать. И матом, и не матом. Ну вот примерно как у нас это было. Ну, полиция их очень сильно помяла, так скажем. Побила, поломала. Тогда появился хэштег «Они же дети». Вот ваши шпиарщики Вячеслав Зелимханович Люберджи хэштеги, лайки, инстаграмы. Вот хэштег «Они же дети» появился тогда в этот самый вечер. И после этого на Украине началось то, что началось. После этого начался Майдан. Люди, которые занимались как бы тем, что должны были спасать Януковича, они его и слили. И вот это мероприятие изначально, с момента «Они же дети» и избиение детей на площади Майданной залежности. Все эти майданные истории и все, что там происходило вокруг, это курировал знаете кто? Такой был глава администрации у Януковича Левочкиного фамилия. Его ближайший соратник, так скажем, его ближайший ставленник. Он его предал. Он говорил постоянно Януковичу «Ну вы же понимаете, ну я же как бы стараюсь, я же как лучше, я же все для вас». А сам делал подобные вещи. То есть вы понимаете, что я имею ввиду? Что в вашем окружении тоже есть такой Левочкин. И я подозреваю, что не один. Мне как бы честно говоря, ну все равно это ваши личные дела. Но это касается сейчас нашей республики. Я сейчас немного хочу еще как бы третью тему затронуть. Потому что они все между собой связаны. И опору на двух великих предков, и вот эти вот как сказать агенты влияния, которые в вашем окружении работают, и цель, которой они добиваются, самое главное. Чтобы вы поняли. Сейчас мне кто-то будет говорить, что я кому-то пытаюсь контр-отведовательные яйца подвесить. Нет, друзья мои. Это обычная логика событий. Вот то, что мы видели на площади, когда был народный сход, это первая волна. За первой волной всегда бывает вторая волна. А после второй волны бывает третья. Третья всегда уже приводит к разрушению системы. О какой системе идет речь? Вот такие сложные ресурсы, подключили там туда-сюда. Для чего? Для того, чтобы когда вы Вячеслав Зеленуканович говорите, на ваше кресло кто-то претендовал? А вы не считаете, что слишком большие ресурсы включены в это все? Вы посмотрите, какая информационная компания развернулась? Вы не находите, что какие-то слишком большие силы включены в это все дело? А я сейчас скажу свое мнение, что должно быть этапом номер 3. Понимаете? Что было этапом номер 3? Ну, на мой взгляд, я ошибаюсь, может меня в конспирологии обвинить. Но лет 5 назад мы, чтобы, как сказать, мои слова не были голословными, я там был не один на этом разговоре, нас было трое. Один из них был известный человек из нашей республики, все его знают, называть его не буду, мы были у другого в Москве, очень известного и уважаемого человека, который занимается политикой всю свою жизнь и очень, так сказать, имеет большой вес в этих всех делах и понимает очень многие тонкие процессы, происходящие в мире. И тогда вопрос стоял по поводу пригородного района. Я говорю, ну как, ну скажите мне, ну почему этот вопрос уже раз и на седании закроют? Ну сколько это можно? Это такая вот рана, понимаете, на теле государства в первую очередь, ну и нашего народа, и ингурского, как ни крути. Почему этот вопрос нельзя закрыть? И он мне одну вещь сказал. Ты, говорит, знаешь, Алан, люди, которые занимаются большими проектами, ну глобальными, историческими там всякими, на территории Евразии, они ваш регион, этот пригородный район, берегут для одного дела. Я говорю, а какое же это дело? Вы, говорит, должны будете еще исполнить свою роль. А роль, знаешь, говорит, какую? Вот какую исполнил Карабах в свое время, советское. Вы же все помните, какую роль Карабах исполнил в советское время. Он выступил, как бы сказать, спусковым механизмом демонтажа государства под названием СССР. Только сейчас, говорит, роль мусульмане и азербайджанца будут исполнять ингуши, а роль армяне-христиан будут исполнять осетины. И когда у вас там начнется серьезная движуха, это будет предвестником того, что запущен процесс демонтажа Российской Федерации как государства. То есть вы понимаете, что здесь происходит? Это не простые штуки. Это не просто люди, когда собрались на электроцинк. Это не просто. Это не просто получилось информационное сопровождение, в которое даже Ходорковский включился и разные другие, в том числе там BBC иностранные информационные компании. Это не просто здесь получился народный сход, на который, как ваши сотрудники, говорили, придет 50 человек, а пришло 2000 человек. Это все не просто. Просто так люди никуда сами не приходят. Потому что политика это управление общественной энергией. И когда вы этой общественной энергией не управляете, ей управляет кто-то другой мимо вас. А вы просто об этом, наверное, не понимаете. А люди, которые в окружении вас, они исполняют роль Левочкина вот этого, который был возле Януковича. К чему это привело на Украине, мы все видели. Почему мне это больно и товарищам, которые со мной тоже по Украине работали и тоже все это видели. У них сейчас очень у всех плохое настроение, потому что мы всю эту схему видим здесь. Понимаете, это схема. Это схема. Политика это тоже, как сказать, искусство, я не знаю, такое же, как пивоварение или любое другое искусство. И когда ты этим занимаешься многие годы, ты просто это видишь. Это же происходило не только на Украине. Это происходило в Грузии, в Восточной Европе, в Латинской Америке, по всему Ближнему Востоку. Это всегда происходило так, одинаково, по одной и той же схеме. И эту схему мы сейчас видим здесь. В кончании, на третьем этапе, здесь должен быть межэтнический конфликт. А-ля Карабахский. Только в пригородном районе. Люди, которые такие вещи планируют, им плевать на осетин, им плевать на ингушей. Они большие проекты реализовывают. И мне бы очень не хотелось, чтобы мой народ стал просто пешкой в этой большой игре. И заплатил опять своей кровью за что-то. За решение каких-то больших политических проблем. Но не видеть этого же нельзя. И говорить, что это все не часть одного процесса тоже нельзя. Называйте меня конспирологом как угодно. Но когда будет второй этап, и когда будет третий этап, отвечать за все будете вы. И ваше, как бы сказать, окружение. Потому что ребятам из вашего окружения я про этот первый этап говорил еще месяцев девять назад. Месяцев девять. Прошлым летом, вот летом, я им говорил, что придет время, не позже, чем после Нового года, булыжники полетят в окна администрации. Я им вам это не говорил, спросите у них. И ни одному человеку из вашей администрации говорил, потому что у меня душа болит. Потому что я не хочу, чтобы мой народ своей кровью платил за это. Я им это говорил. Когда прошел этот первый этап, я им говорю, ну что, дорогие друзья, ничего, тишина. И они продолжают дальше дискредитировать руководителя республики. Они его дальше дискредитируют. Что это такое за балконный полк? Кто это придумал? Почему там стоит руководитель республики в своем окне, в который недавно стоял булыжник летел? Туда нельзя было каких-то молодых волонтеров поставить? Не знаю, представитель молодежного парламента, там еще кого-нибудь. Если кто-то должен участвовать в каких-то таких шоу или флешмоба, как это сейчас называется, почему в этом участвует руководство республики? Почему оно себя опускает до участия в флешмобах? Объясните мне. Целый глава республики, республики участвуют во флешмобе. Это что такое? Это кто придумал? Эти люди в вашем окружении находятся. Этот Лёвочкин находится рядом с вами, я вас уверяю. И я подозреваю, он не один. И когда случится второй, третий этап и здесь польется кровь, мало никому не покажется. Мало не покажется никому. Ни активы, ни все остальное уберечь уже не получится. Это не простяк. И здесь начнется такой замес, что мама не горюй. И те люди, как Лёвочкин, потом отскочат. Лёвочкин при новой власти стал олигархом на Украине, чтобы вы так себе понимали. Он оказался в шоколаде. Бывший глава администрации Януковича, который по сути крышевал и организовывал все эти майданные движухи в Киеве. Дорогие друзья, вы, конечно, извините меня за излишнюю эмоциональность, просто накипело. Это кровь, которая здесь уже пахнет. И я не хочу, чтобы она здесь пролилась. Понимаете? Я понимаю, что я, например, очень сильно рискую, когда такие вещи говорю в прямой эфир. Я очень сильно рискую. Потому что ребята, которые такими штуками занимаются, они имеют очень большие ресурсы и возможности. Но я сознательно иду на этот риск. Потому что это мой народ. И в темную мы тут разыграть никому ничего не дадим. Спасибо за внимание.